В Курской области беспилотниками атакован погранпункт Суджа. В Краматорске ракета попала в ресторан, минимум 10 погибших. Песков Россия не бьет по гражданским объектам. Зеленский снова отказался замораживать конфликт. Резников о контрнаступлении, главное еще впереди. Посол Китая в Евросоюзе на вопрос о возвращении Украины к границам 1991 года. Почему бы и нет? В Киев без объявления прибыл президент Литвы Науседа. В Москве посланник Папы Римского Цзупи и командующий иранскими силами правопорядка Радан. Украинская госкомиссия по языку посоветовала переименовать Запорожье. Зеленский предложил сделать английский обязательным для госслужащих, офицеров, глав администраций, прокуроров и ряда других категорий. В тайваньском Минобороны заявили о двух российских кораблях рядом с побережьем острова. Одновременно на Тайвань прибыла очередная делегация американских конгрессменов. Местные власти заявили о планах увеличить производство ракет до 1000 единиц в год. Южная Корея отправила в северную очередную порцию воздушных шаров с листовками. В прошлый раз Пхеньян в ответ взорвал координационный центр в нейтральной зоне. Главы МИД Армении и Азербайджана встретились в Вашингтоне с Блингеном. Столтенберг. НАТО понаблюдает за передвижениями Вагнера в Белоруссии. Песков. Четкой позиции по правовому статусу ЧВК в России пока нет. Власти Центральноафриканской республики. Примем от России и Бетховенов, и Моцартов. Украинский олигарх Фирташ обезопасил себя от экстрадиции в США с помощью Белоруссии. По данным Deutsche Welle, миллиардер получил там дипломатический статус советника при международных организациях, а вместе с ним иммунитет от экстрадиции. Сам Фирташ живет в Австрии и обвиняется американскими властями в коррупции. Яхта олигарха Мордашова вернулась во Владивосток. На фоне событий с Вагнером некоторые китайские компании приостановили сотрудничество с Россией, сообщает Рейтер. О каких именно компаниях речь не уточняется. Тем временем прибыль крупнейших китайских промпредприятий в мае упала почти на 12,5%, в апреле на 18%, сообщает Синьхуа. Швейцарский UBS объявил о сокращении половины штата выкупленного недавно Credit Suisse. В российском ЦБ не исключили, что поднимут ставку из-за рисков инфляции. Ее причиной – дефицит рабочей силы, возросшие траты из бюджета и просевшая внешняя торговля. Минфин не исключает возврата к налогу на сверхприбыль, чтобы покрыть дефицит. Роснефть, как выяснил коммерсант, пытается вывести свои дочки из-под разового сбора. В правительстве ранее утверждали, что идея скинуться тремястами миллиардами принадлежит бизнесу. В парижских пригородах снова массовые беспорядки. Причиной стала гибель 17-летнего подростка при задержании. На улицах горят машины, полицию забрасывают петардами, та отвечает слезоточивым газом. Арестованы 25 человек, в том числе полицейский, стрелявший в подростка. Полиция Стокгольма разрешила провести очередную акцию с сожжением Корана. Из денег, выделенных в США на борьбу с экономическими последствиями ковида, больше 200 миллиардов долларов оказалось в руках мошенников, заявили в Управлении по делам малого бизнеса. Тем временем, ВОЗ, пандемия сильно повлияла на психическое здоровье молодежи, в первую очередь из бедных семей. А на американских круизных лайнерах с начала года уже 13 вспышек норовируса. Это антирекорд с 2012-го, пишет Wall Street Journal. Основные симптомы заболевания – тошнота, рвота диарея. Союз защиты прав потребителей предложил Мишустину ограничить наценку на машины автоваза 15%. С начала прошлого года автомобили этого завода подорожали почти на треть. Заявители считают, рост цен был во многом искусственным. Минпромторг, между тем, предлагает запретить закупку госбольницами зарубежных аппаратов ИВЛ. Утверждается, что отечественные производители способны выпускать 36 тысяч аппаратов в год. Госдума во втором чтении одобрила запрет на взыскание долгов по кредитам с жителей новых регионов. Мера будет действовать до 26-го года. На старых территориях просрочка больше 100 миллиардов рублей. Средний долг по кредитам за три года вырос в полтора раза. ЛДПР предлагает бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности. В Смоленской области за полмиллиарда рублей продают советский завод по переработке льна, а за 375 миллионов – санаторий имени Пржевальского. В Гулькевичах Краснодарского края центральная больница 5 июля останется без 25 водителей. Руководство отказалось повышать им зарплату и предложило брать вместо этого подработки либо уволиться. В Уфе установлен рекорд по хороводу в национальных костюмах. За руки взялись 2800 человек. Продолжение следует...